Философия, которая оперирует такой сферой всеобщего консенсуса, существует. И поэтому она, безусловно, может служить базой для последующих обобщений. Это философия будущего Ричарда Рорти, 80-й год. Вот. Опять же, не буду излагать эту философию. Скажу только, что в России мнение относительно этой философии научного сообщества разделилось. То есть, одна часть исследователей воодушевлены таким методом познания и как предметом. То есть, это нечто невообразимое. И поэтому очень интересно разобраться, что приводит к нему. Это не интерес не к самой философии, а интерес к исследованию ее. Очень много написано книг. Они очень интересные. При желании могу дать какие-то ссылки, почитать. Но это не сама эта философия будущего, иначе она называется неопрагматический постмодернизм, или постпрагматизм. Ну, сам автор этой теории, Ричард Рорти, он использовал термин «философия будущего». Подчеркивая тем самым, что будущее – это просто следующее. И в этом тоже можно увидеть аналогию с блокчейном. И это следующее, оно не предопределено, а оно такое, каким мы его создадим сами. А мы его создадим или не создадим, обобщив или не обобщив свой прежний опыт, используя для этого в том числе и противоположные точки зрения. То есть, вот поэтому идея консенсуса. Я остановлюсь на одном только аспекте этой философии, как Рорти интерпретирует произведение искусства. Произведение искусства, рождаясь, имеет никакого смысла и никакого значения. Но при этом, что отличает произведение искусства от произведения неискусства? Произведение искусства обладает одним удивительным качеством, странной привлекательностью к наделению его интерпретацией различными смыслами. И люди сами облекают это неведомое, не имеющее никакой понятной формы. В какие-то формы. Ну, эти формы интерпретируются в смыслы. Смыслы и формы, как два элемента, обобщаются в третий элемент. То есть, значение... Значит, это значение, это доказательность. То есть, насколько созданная нами форма идеи и наша же ее интерпретация, соответствует самой идее. То есть, степень достоверности. Вот. Это концепция семиотического знака. То есть, прагматизм. Но неопрагматизм, он в осмыслении знака и того осмысления, которому знак этот уже привел. Этот консенсус или сфера всех смыслов, всех значений. Это сфера игры. В поиск смысла или, значит, точками этой сферы являются отдельные смыслы. И ровно то же самое мы можем увидеть в книге.